здравствуйте буквально вчера видео говорил о том что белорусская власть намерена существенно ограничить свободу маневра в информационной сфере идет наступление краски на тех кто доносит информацию но сегодня пришли честно говоря неприятные новости а именно комплексный наезд на портал тут бай то есть из того что известно на момент записи ролика проведены выпуск обыски у сотрудников региональных офисах заблокирован сам портал доступ к нему с территории беларуси да и не только насколько понимаю потому что хостинг у них беларуси и следующим этапом прозвучал обвинение от дфр что должна становиться данной структуры подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере вот как говорится картина маслом вопрос что дальше и чем это связано и чему это приведет точнее три вопроса давайте потихоньку разбираться начнем с такой вещи как проблемы у тут бая это не первая проблема и это не какая-то специальная назовем так атака приурочена какой-то дать эта часть плана по давлению на данные средства массовой информации буду называть его так несмотря на то что тут бай лишен статуса спи и так давайте пройдемся по очереди что такой портал тут бай это один из бизнесов предприятие под названием надежная программа это скажем так портал кто предоставляет услуги электронной почты торгует программ обеспечением осуществляет скажем так сдает в аренду сервера точнее дисковое про дисковое пространство на серверах осуществляет хостинг и так далее и тому подобное то есть достаточно крупная организация тут бай это всего лишь одно из направлений но наиболее известное наиболее яркое наиболее скажем так запоминающиеся если говорить о самом портале но в принципе был таки так долгое время такой на полу государственной структуры потому что я напомню что как раз таки на серверах использовали при помощи технических решений надежных программ осуществлялся хостинг и хранились базы данных хостинг сайтов значительной части государственных органов беларуси и хранились базы данных многих белорусских государственных учреждений но в двадцатом году эта структура она явно заняла позицию ну скажем так по поддержке альтернативы существующей власти то есть из материалов тут бая но было видно что есть определенные симпатии и баба рика и дальше далее тихановской как самое интересных тихановскому к тихановской цвет скрыть это было невозможно в принципе света вполне соответствовал общим трендом вытаж начались начались проблемы то есть для начала туба решили статуса средства масс информации далее тут можно вспомнить расследование господина цепкала про то крокодил краски поминал надежные программы дальше все базы данных все все хранилища скажем так все операции и в том числе хостинг переводится на белклауд на другую калка контору и переводится откуда откуда бы думали из конторы которая в принципе владеет и порталом тут бай то есть фактически государство начало планомерно уничтожать бизнес они только средства масса информации то есть для начала бить по экономическому скажем так базис для того чтобы потихоньку уничтожить всю группу компаний которые сосредоточены вокруг данного портала если мы говорим о расследовании в дфр то естественно что эти все обыски это с координированная атака в один день она само собой стала определенным венцом то есть она готовилась достаточно долго но и говорить о том что думали какой-то дате я бы я бы не стал просто говорится готовы сработали потому что предыдущие решения они были тоже по принципу готовы сработали возникает вопрос почему тут бай и вот тут как как раз таки ответить на первый взгляд и сложно и и просто потому что с точки зрения сложного ну то же самый популярный новостной ресурс самый популярный портал в чем-то уникальное явление в белорусском информационном пространстве но с другой стороны давайте свяжем несколько вещей то есть мы сегодня имеем фрагментированное общество фрагментирован информационное пространство белорусском обществе есть информационный кокон условно говоря и батик есть информационный кокон условно говоря невероятных есть болото который потихонечку смотрит и телевизор и может куда-то пойти на какие-то сайты посмотреть и вот как раз таки для власти об этом тоже говорил не раз для власти задачи номер один на двадцатый год является обрубить все возможные пути коммуникации ядра протестов с остальными социальными группами то есть ради бога власть не пытаясь власти не пытаются бороться с протестными настроениями не пытаться бороться с протестной активностью постоянно сегодня и соответственно выхода на болото почему поэтому началась атака на региональную прессу поэтому ужесточается область регулировенных средств массовой информации область регулирования информации в интернете и соответственно следующий вот если мы говорим уже упомянул оригинальной прессе почему анята то есть бумажные газеты и аудитория интернет-портала – это несколько разная вещь. То есть главное, чтобы не было выхода на другие группы населения с возможной альтернативной информацией. А теперь давайте посмотрим, что такое Тутбай. Тутбай – это портал с очень широким охватом, где есть, назовем так, либо есть, либо пасутся, либо читают, как угодно, называйте все, и ебатьки, и болота, и пророссийские, и антироссийские, и невероятный, вот самый такой, тоже, скажем так, зашкваренный ядр. Соответственно, это идеальный мосток между различными социальными и различными политическими группами, через которые можно доносить информацию. Поэтому, если рубят этих, то почему в таком случае не рубить Тутбай? То есть в данном случае логика властей в этом направлении, она понятна. Насколько, скажем так, насколько рассчитано такое давление, и какой будет эффект? То есть такая лобовая атака на Тутбай с использованием ДФР. Ну, кстати, напомню, что это не первый случай, потому что ДФР активно, и там Олесь Беляцкий, известные другие люди, ДФР активно предъявлял претензии именно экономического характера очень многим людям в Беларуси, которые не нравились окружению Александра Лукаченко. То есть те обвиняли не в политических каких-то преступлениях с точки зрения белорусских властей, их обвиняли именно в экономических преступлениях правонарушения. Поэтому то, что ДФР включился, честно говоря, для меня не слишком большое открытие, потому что в конце концов я сам, скажем так, за пределами Беларуси оказался благодаря уголовному делу, заведенному Департамент финансовых расследований. Поэтому знакомо, как говорится. Но по состоянию... Вот такая лобовая атака, именно она раскручена в средства массовой информации, это абсолютный идиотизм, прошу прощения за выражение, с точки зрения долгосрочного планирования. Потому что расчет властей построен на то, что нарушить работу данного средства массовой информации, ну и в идеале все разбегутся, этого не станет. Действительно, портала может не стать. Определенное время. Месяц, два, три, пять. Потом вопрос, что средства массовой информации, это люди в первую очередь. Ничто и никто не мешает этим людям собраться и за пределами Беларуси, и в Беларуси. И организовать что-то другое. Либо возродиться под тем же самым проектом Тутбай. Не проблема. Но как раз таки расчет окружения Лукашенко и построен на этом промежутке, когда будут проблемы. То есть давайте посмотрим, посчитаем условно 5-6 месяцев. Сейчас у нас май, пятый месяц. Вот даже 5 месяцев минимально, потому что будут эти следствия, доступ ограничен, это минимум 3 месяца. Потом дальше, пока раскрутятся колеса. То есть раньше 5 месяцев результата ждать не стоит. Ни положительного, ни отрицательного. За эти 5 месяцев я напомню, что в планах, и тут есть определенное давление, в планах власти тоже, предъявить свой вариант Конституции. Выйти на референт. А теперь давайте посмотрим. То есть ты предъявляешь определенную тезисную конструкцию на поле публичной политики, и ты выходишь в агитационную кампанию сразу после первой активной фазы политического кризиса, потому что кризис продолжается. И на этом фоне иметь чрезвычайно мощный, а тут-бай это действительно мощный ресурс, который будет явно играть на другой стороне. То есть расчет у них такой. Если не можем сыграть в интернете, если не можем делать качественную информацию, давайте мы просто всех грохнем. Ну в чем-то может быть, с точки зрения расчета, снова-таки на болото, на своих лористов, может быть какая-то логика в этом есть. Но проблема в том, что уже в следующем году откат будет, скажем так, достаточно силен, и откат будет негативен. Потому что, еще раз, те же самые журналисты, они спокойно соберутся, они спокойно, скажем так, создадут либо что-то новое, либо то же самое тут-бай восстановится. Да, с определенными потерями в аудитории, но наверстать их будет не такая большая проблема. Найти поддержку, учитывая, что бизнес, как говорится, бизнес-основа будет разрушена, скорее всего, тоже не такая большая проблема. Но, как бы там ни было, окружение Лукашенко пытается выиграть время, условно, до января-февраля 2022 года. А дальше они не думают. То есть, это вот как в сказке, старой советской сказке, нам бы день простоять и ночь продержаться. Вот, в принципе, в такой же самой логике. Но, с точки зрения среднесрочных и долгосрочных результатов, это будет весьма забавно, потому что и негативно для белорусских властей, потому что даже те журналисты тут-бай, которые были нейтральными, которые были, скажем так, какими-то спокойными, они будут относиться, ну, как окружение Лукашенко, мягко говоря, без остатков симпатий. Не потому, что разделяют ценности, либо что-то еще, а даже с точки зрения очень простой логики у людей забрали источник дохода, любимую, либо нелюбимую работу и коллектив, в котором они работали. То есть, это, как говорится, дергнули за личное. Вот, когда дергают за личное, люди, как правило, обижаются. И, учитывая, что это люди, которые умеют работать в информационном поле, во-первых, часть из них, они появятся в других средствах массоинформации, а часть потом соберется снова. Поэтому откат будет, и откат будет для окружения Лукашенко крайне негативным. Но, снова-таки, это уже потом. А пока что логика закрученного гаек в средствах массоинформации для выхода на агитационную кампанию. Кто еще может попасть под, скажем так, этот каток? Давайте думать, давайте смотреть. То есть, еще раз, чтобы понять логику, те средства массовой информации, которые являются мостком между определенным ядром протестов либо потенциально протестной группой и другими группами населения. То есть, соответственно, местная пресса само собой. Второе. Кто не попадет? Нишевые издания. Те, которые рассчитаны на свою группу, где есть даже в том числе определенная часть оппозиционно настроенной аудитории, но она стабильна. Да, их будут давить, но вряд ли их будут равнять землю. Те, которые были еще недавно относительно нейтральными, аполитичными. Те, кто занялся более активно освещением ситуации в Беларуси, но те сейчас реально под угрозой. Потому что, с одной стороны, это совсем другие группы аудитории. Это те самые мостки выхода на новые группы. И второе. Это попытка запугать те же самые сетевые издания и реальные средства массовой информации, которые пока еще аполитичны. По принципу, не суйтесь. То есть, вот примерные категории, кто под угрозой. Еще раз. Долбить будут пытаться вот таким вот экономическим методом, но, скорее всего, до июля. То есть, после июля я очень сильно сомневаюсь, что кого-то после этого будут закрывать, разгонять и так далее. То есть, июль это вот максимум. Скорее, даже до второй декады июня, то есть, те, кто попадут под каток, попадут. Остальные уже все, проскочили. Вот поэтому в данном случае именно активной фазы ожидать долго не стоит. Ну, а дальше просто долгое рассмотрение в судах, долгое рассмотрение дел. В краткосрочной перспективе может быть, будет определенный результ. В среднесрочной, долгосрочной, тут скорее потери. Причем потери колоссальны. Потому что, когда ты идешь не с точки зрения конкуренции, то есть, давайте даже посмотрим, попробуем поставить себя на место идеологов из окружения Лукашенко. Хорошо. Сейчас они отчитаются, что нашим, скажем так, ресурсам, ОНТ, там еще кто-то, мы поднялись в смотрибельности, мы поднялись в аудитории и так далее. И, естественно, они поднимутся. Потому что значительная часть болота, она перетечет в том числе госам, государственным средствам массовой информации, либо СМИ, которые освещают в основном государственную позицию. Почему так? Ну, потому что болото есть болото. Ему лень искать. И выходить отдельно на какие-то оппозиционные, искать что-то. Зачем? Есть готовое предложение. То есть, поэтому в данном случае, да, будут определенные перетоки небольшие к оппонентам, но большая часть пойдет провластным. Либо на российские СМИ. И следующий этап. На этом фон, вот внутренняя коммуникация, ну, например, там, не знаю, какой-то кризис комнате у Лукашенко. Естественно, все будут с красивыми графиками, мы растем и так далее. Но эти горемышные, до их скудных мозгов не будет доходить, что они растут просто благодаря тому, что конкурентное поле, точнее, поле стало менее конкурентным. И как только, как говорится, от первого шока те, кого они пододвинули, оправятся и будут громить. Потому что качественный контент появляется только там, где есть конкуренция. Когда у тебя конкуренции нет, ты готов абсолютно треш выдавать на гора, и на этот треш найдется зритель, читатель, кто угодно. И ты будешь радоваться, ты будешь приходить, говорить, Александр Георгиевич, вот с какой успешной. Но на определенном моменте появится более качественная журналистика, более качественные материалы, и вот эта вот пирамидка, такой карточный домик, он просто рассыпется, и падать будет больно. Падать будет больно советникам, падать будет больно советникам Лукашенко, падать будет больно редакторам государственных изданий, и падать будет больно самому Лукашенко. То есть он будет снова рвать и метать, говорит, что там кричать о предательстве, о том, что, скажем так, все безголовые, но, увы, кого собрал, таки и есть. Вот поэтому в данном случае уже 22-й год в Датейкане с 21-го информационном поле будет иметь весьма интересный результат. В конце концов, большой коллектив журналистов ТОПБАЯ, это действительно большой коллектив, это возможность, среди прочего, для других средств массовой информации сейчас восполнить определенные кадры, как у нас. Тоже определенные подспорья. Как бы там ни было, я понимаю, что это цинично выглядит, но и людям надо где-то работать, но и другим тоже надо развиваться. Что еще раз повторю, не исключает, скажем так, восстание ТОПБАЯ уже в конце 21-го либо в 22-м году. Но о чем еще свидетельствует такая атака? О, это еще одно свидетельство, либо еще один признак глубокого системного кризиса белорусской власти, о котором я говорил. То есть этот кризис называется отсутствие либо нехватка качественных разумных исполнителей. Это одна из причин, почему задумывалась та же самая конституционная реформа когда-то еще давно, до выборов 20-го года. Об этом говорил в принципе достаточно много, повторяться не буду. Но суть в том, что в авторитарной системе, где есть, как говорится, царь, батюшка, либо там альфа, самец, либо акела, и чей портрет висит у тебя за спиной, как правило, небольшое количество людей, они готовы выражать свое мнение и брать ответственность на себя и работать автономно. У значительной части чиновничьего аппарата вырабатываются совсем другие навыки. Будь послушен, трясись, когда тебя ругают, хвали, когда надо похвалить. Ты будешь расти по лестнице. И вот такие бездарьи, они потихонечку начинают пробиваться. А качественным и получать, что на самом верху, даже когда возникает дефицит качественных исполнителей, да, на самом верху докупить в принципе можно. Но, что белорусские власти и делали, периодически приглашают тех или иных квалифицированных исполнителей. Но проблема в том, что уважающий себя человек, он будет смотреть, куда он идет. Если на нижних уровнях осталось хотя бы энное количество адекватных людей, он попробует. Но, чем дальше эта система вот такая вот вертикальная ориентированность сохраняется, тем меньше адекватных людей остается на среднем уровне. И в таком случае любой грамотный специалист на определенном моменте даже если он будет предлагать баснословные деньги, прекрасную коврижку, скажет, ребята, идите в баню. То есть и у тебя нету социальных лифтов, у тебя нету конкуренции на низах, и у тебя нету возможности пригласить сверху. И вот в таком случае система валится. Это одна из причин, почему я повторю то, что говорил 9 августа, я убежден, что данный срок Лукашенко это последний его полный электоральный цикл, то есть от выборов до выборов, досрочных либо недосрочных. Потому что если он попробует обнулиться, для него это закончится очень плохо. суть в другом, что пока что как раз-таки вот такие относительно недалекие товарищи, они пытаются вырабатывать государственную политику в области информационной борьбы. Уровень планирования на 5 месяцев вперед. То есть люди пытаются получить коврижку сейчас, не думая, что будет через год. Это прекрасная свидетельность, прекрасный показательность тому, какие люди остаются в ближайшем круге. И соответственно, если у тебя остаются такие люди, то рано или поздно ты заваливаешься. Естественно, что когда возникают вызовы дополнительные, такие люди максимум, что не умеют, смогут сделать, это либо кричать в караулу, либо искать нового покровителя, сдавая своего теперешнего патрона, либо пытаться дать морду, но если не получаешь, то снова-таки вариант 1, вариант 2. в этом мне будет очень интересно посмотреть на то, как будут развиваться события дальше, потому что оценивая кадровый потенциал системы власти в Беларуси, в верхнем звене осталось определенное количество относительно адекватных людей. Я не буду спорить, скажем так, по политическим пристрастиям, по политическим симпатиям, с точки зрения профессионализма. Циничные, да, жесткие, да, но в принципе разумные. И мне очень будет интересно посмотреть, какая часть этих людей, какая часть этих групп в окружении Лукашенко возьмет вверх ближе к октябрю месяцу. Потому что пока что по состоянию на сегодня идет просто цементирование, потому что папа Коля боится. дальше будет интересно. Потому что если пересилит более, скажем так, более трезвый рациональный расчет, то придется разгребать то, что на Варитере сейчас. Если пересилит снова такая тупая солдафонщина, ну окей, перезагрузиться они могут попробовать, но дальше будет очень больно. То есть в любом случае слетят. Но в свое время, когда я давал видео по фактам ареста редактора «Жедневник», я говорил, ну это еще весной было, я говорил, что власть выстрелила себе в ногу. Но сейчас такое впечатление, что не просто окружение Лукашенко, как говорится, присобачили к стене топорик и с разгону пытаются, а топорик острем наружу, и с разгону пытаются лбом топорик вогнать стену дальше. Ну, не знаю, что будет, скажем так, более крепким. Либо дубовая голова, либо железный топор. Посмотрим. Ну, сама логика краткосрочной может быть. Если говорить о 22-23 году, ну это, мягко говоря, идиотизм. Ну, а с журналистом портала «Тутбай» терпение, выдержки, удачи, все будет хорошо. Вернётесь. Вернётесь к своей аудитории, вернётесь к своим успехам. Всё будет. На этом у меня всё. Видео понравилось. Лайкайте, комментируйте, расшаривайте, подписывайтесь, спорьте в комментариях, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня, подписка на патреоне, как делают эти товарищи, потому что подписка на патреоне, стимулирует меня записывать, всё новые и новые ролики. Всего вам наилучшего. Удачи! Продолжение следует...